Привет, просветители! Если вы давно на моем канале, во-первых, чмок в пупок, а во-вторых, вы знаете, что периодически я люблю снимать ролики о самых странных комментариях, которые оставляют зрители под моими видео. В Телеграме у меня даже отдельная рубрика для этого есть. Ничего не могу с собой поделать, нравится мне наблюдать, как у некоторых пригорает от моих слов. У всех свои недостатки. И достаточно часто под такими видео и постами я наблюдаю что-нибудь из серии. Павел, ну зачем вы принимаете все так близко к сердцу? Не нужно себя так изводить. И я, с улыбкой до ушей, отбиравший мякотку для этого видоса. Чё? И меня это раньше и часто удивляло. Почему люди думают, что меня задевает мнение условного Сережи? Не волновало бы, не снимал. Да не бомбит у меня! И потом я понял. Многие комментарии в интернете – отличное отражение токсичных бесед в реальной жизни. Просто тут все как под увеличительным стеклом умножается в несколько раз. Человек, который что-то делает в интернете, получает все те же излюбленные фразы манипуляторов. Только в 10 раз чаще. Ну или в сотню. В 10 как-то маловато. И так как в обычной жизни услышать подобные едкие комментарии весьма болезненно, ну, потому что он исходит от близких людей, зритель переносит эту реакцию и на меня. Но разница в том, что если бы я слушал Сережу, я бы удалил этот канал еще лет 5 назад. А как вы видите, мы с вами все еще здесь. Когда ты снова и снова получаешь одну и ту же банальщину, у тебя вырабатывается иммунитет. К сожалению, с обычной жизнью все так легко не работает, потому что здесь уже включается эмоциональная привязка. Насколько я абсолютно спокойно реагирую на пожелания смерти в интернете, каждую неделю получаю подобные письма счастья, настолько же болезненно раньше воспринимал комментарии от близких людей. Но любимые хейтеры и здесь помогли. Люди, пытающиеся тебя задеть, достаточно часто действуют по одному и тому же сценарию. Но не хватает оригинальности в оскорблениях. И если научиться распознавать эти звоночки в письме полуграмотного Пети, то можно начать распознавать их и в речи близких. Это я сегодня и предлагаю вам сделать. Уверяю, многие сообщения, которые будут озвучены в этом выпуске, покажутся вам знакомыми. И я надеюсь, что это поможет вам немного по-другому посмотреть на советчиков в реальной жизни. Самый простой способ заставить человека делать то, что вам нужно, это напихать ему стыда в панамку. И в нашем обществе гендерных стереотипов на многих это реально действует. То у меня голос не такой, то выгляжу недостаточно мужественно. Когда появлялся в кадре в розовой рубашке, это вообще именины сердца. Мужчина в розовом! Это же все скрепы треснули! То жестикулирую слишком активно. Привет, Энтони Юлай. Ну, не тяну я на тестостероновую бомбу. Не тяну. И мне норм. И а та еще бомбочка. Кринж! Ничего конструктивного обычно после этих фраз нет. Когда человеку нечего противопоставить вам по обсуждаемой теме, в ход идет внешний вид оппонента. Я что буду слушать парня в розовой рубашке? Легко можно заменить на девушку с татуировкой, школьника с яркими волосами, ну и так далее. В обычной жизни сюда еще достаточно часто приплюсовывается, а что люди скажут? Идеальный способ заткнуть кого угодно. Кто не понимает, что люди в любом случае будут недовольны и что-нибудь да скажут. Вместо того, чтобы объяснить, что конкретно в вашей позиции не так, вас заставляют чувствовать себя некомфортно. Будешь продолжать выделяться, тебя выкинуты из социальной группы. Настоящие пацаны и пацанессы так себя не ведут. А еще лучше подарят ощущение, что при наличии определенных характеристик, и здесь речь идет, увы, не об умственных способностях, рот разевать вообще не стоит. Ну засмеют же. И, к сожалению, достаточно часто это и правда работает. Но со мной нет. Я, как вы видите, продолжаю каждую неделю снимать ролики, даже если кто-то считает, что я это делать не должен. Потому что вот чего-то мне не хватает, или наоборот, чего-то слишком много. Лесом. Так чаще всего звучит фраза в реальной жизни. В моем случае же встречается иная вариация. Павел, вам такое снимать точно не стоит. Не портите канал. Я вам это, как постоянный зритель, говорю. При этом тебе же вроде добра желают, и поэтому негативно отреагировать ты не можешь. Ну или будешь неблагодарной скотиной. Выбор за тобой. Я буду скотиной. Правда, отбирают возможность самому сделать выбор. Но это мелочи. И тут тоже важно понимать, а не скрывается ли что-то за подобными советами. А человек точно ничего не хочет от вас получить. Комментарии «Никогда больше такого не снимай» я получал о каждой рубрике на этом канале. Хватит уже снимать о школе. Я подписывался из-за психологии. Ты теперь в доморощенные психологи заделся? Я не за этим сюда прихожу. А ты давно о политике стал говорить. Можно хоть здесь без политоты? И первый ролик на этом канале. Приветик. А это нормально, по-твоему, снимать видео об образовании, когда в мире вон что происходит? Подписывался на учителя, а слушаю о гендерных стереотипах. Продался левакам? Раньше было лучше. Видео пять лет исполнилось. Господи, какой я древний. И тут, в общем-то, все понятно. Зритель просто хочет получить то, что ему нравится. Проблема в том, что мне нравится снимать на разные темы. И думаю, этот канал все еще живет и развивается, именно потому, что я не загонял себя в какие-то рамки. У меня вон даже ролик о настольных играх был. Ничего не собрал, но был. И когда ты понимаешь, что что бы ты ни сделал, недовольные все равно найдутся, это дарит определенную свободу. В обычной же жизни, когда тебя пытаются загнать в уютное стойлышко, стойлышко, потрясающее слово, распознать это гораздо сложнее, потому что, естественно, мало кому понравится, если ему в лоб заявят. Я хочу, чтобы ты делал только то, что мне нравится. И желательно помалкивал. Поэтому обязательно нужно добавить фразу «Для твоего же блага». Чувствуете, как сразу же приятными воспоминаниями повеяло? Лучший способ заставить кого-нибудь замолчать – обесценивание. Под каждым видео о проблемах учителей я читаю что-нибудь из серии. А что, кроме педагогов никто с трудностями не сталкивается? А вот шахтеры, а продавцы, а фермеры? Вместо того, чтобы сказать что-нибудь по существу, комментаторы предлагают мне замолчать. Всем плохо. Как проблемы у условных врачей отменяют то, о чем я говорю в школьных видео, для меня до сих пор тайна за семью печатями. Если я выпускаю ролик о женщинах, в комментариях плачь Ярославны. А вот мужчинам тоже плохо. Снимаю ролик о мужских проблемах. О, мужло заныло. А кто о женщинах подумает? Снимаю ролик и о мужчинах, и о женщинах, получаю грязь сразу же с двух сторон. Практически никто из подобных крикунов не предлагает вместе бороться социальной несправедливостью. Не, зачем? Лучше просто обесценить проблемы той группы людей, в которую ты не входишь. Мне кажется, абсолютно понятно, почему я так много говорю именно об учителях. Я огромную часть своей взрослой жизни посвятил именно этой профессии. И если кому-то еще плохо, или даже хуже, это не делает мои проблемы какими-то глупыми и не заслуживающими даже упоминания. Дома и на работе мы сталкиваемся с целым букетом подобных цветочков. Мне бы твои проблемы. Это разве сложности? А вот в мое время мы как-то без всего этого жили, и нормально было. А вот у Жорика... Ну и похожая группа, только здесь оскорбления уже даже не пытаются скрывать и обесценивают не твой опыт или переживание, а тебя самого. Я не с тобой разговариваю. Твоего здесь ничего нет. Еще я тебя не слушал. Еще веселее, когда за компанию с тобой великий советчик и свою жизнь обесценивает и предлагает пострадать вместе. Это прям песня. Жизнь боль. Все так живут. Думаешь, мне не хотелось? Я терпел, и ты терпи. Не жили нормально, и начинать не стоит. Давай, давай, ломайся через колено. Прям как я. Будем вместе терпеть. Моя любимая категория. Стоит мне сказать где-нибудь, что я выгляжу. Или выглядел. Видите? В прошедшем времени. Успокойтесь, все в порядке. Выдохните. Достаточно молодо, в комментариях тут же. Я думал, что тебе 47. Шутки, которые мы заслужили. Иногда мне кажется, что здесь не только я юморист. Но, тем не менее, под каждым видео о школе находится товарищ с железным аргументом. И ломиком. Да что он в своей 20 работе учителя знает? Сколько он отработал? Год? Два. Павел, вы такой юморист. Боже, боже, продолжайте. Усё. Дальше никакого продолжения. Ни в чем я не прав. Нигде факты исказил. Не. Ты еще малой. И значит, твое мнение не учитывается. Есть, конечно, и другой вариант. Я что, буду смотреть на 30-летнего мужика, который шутит как пятилетка? На 37-летнего мужика. Прошу заметить. В твоем возрасте это уже странно смотрится. Можно посерьезнее? Нет. Серьезность это вообще супероружие. Для тех, у кого нет аргументов. И ломика. Поживи с мое. Не спой со старшими. И что, что тебе 40, если она старше? Молоко на губах не обсохло. А, скажи мне, пожалуйста, а яйца курицу давно учить начали? И буквально через пару минут. Давно пора понять. А вот я в твоем возрасте. Это любой дурак знает. А вот Жорик еще в прошлом году. Ненавижу Жорика. Вот в итоге и сидишь ты весь такой в непонятках. Куда тебе податься? То ли красивым, то ли кумным. Для того, чтобы с тобой считались, ты слишком молод. А чтобы проявлять себя, слишком стар. Поэтому я решил примкнуть тем, кому плевать. И вам советую. Иногда бывает очень полезно понять, что мы с вами не супер-бупер какие оригинальные снежинки. И люди вокруг нас слышат плюс-минус одни и те же фразы. Потому что уже давно известно, на какие болевые точки нажимать. Но если понять, чего добивается ваш лучший друг, брат, сват, это сбережет огромное количество нервных клеток. А Васька слушает, да ест. Мой девиз на этом канале. Что бы мне ни писали, как бы ни пытались меня задеть, я продолжаю снимать, потому что мне есть что сказать. И потому что есть люди, которые хотят это услышать. За это вам огромное спасибо. Если вы считаете, что это видео заслуживает большого количества просмотров, то просто поставьте лайк. Это очень поможет. Кроме того, не забывайте про мой Телеграм. Там интересно и все новости образования появляются раньше. Именно там. Если готовы поддержать меня, то можете перейти по ссылке в описании на мою страничку Boosty. Там ролики выходят раньше, без рекламы. И доступен эксклюзивный контент. Вот так, например, именно там появляются все мои стримы, на которых мы периодически смотрим различный трэш. Как и последние несколько недель. Переходите, подписывайтесь, если, конечно, есть такое желание. А сейчас на экранах вы видите имена самых топовых товарищей, которые поддерживают меня на этой платформе. Огромное им спасибо. Ну а я встречусь с вами уже на следующей неделе, в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи. Купить ломик в Бишкеке.